Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Лилия Четрару простила измену Захарьяша. Парню понадобилось всего лишь два дня, один подарок и букет цветов, чтобы Лиля сдалась. Девушка сказала, что это последний шанс для Сергея. Мария Филиппова прокомментировала примирение ребят. Я всегда считала, что измена может укрепить отношения, но мне непонятно, как Сережа смог простить измену Лили. Я доверяю Филу Кострубову и уверена, что у них было волшебство. Рома Капаклы готовит для Марины Африкантовой очень много сюрпризов. Девушку ожидает неделя сказки. Маша Кахно находится в родном городе со своей семьей. Она пишет о том, что папа с мамой уже помирились. Я редко бываю так счастлива, пишет девушка. Недавно на проект к Лизе Триантофелиде пришел новенький участник Гарик Рагимов. Лиза приняла букет, подаренный Гариком, но сказала, что влюблена в Рому Гриценко. Лиза просит зрителей заходить на ТНТ-клаб и голосовать за возвращение Гриценко на поляну. Иосиф Аганесян обрадовался приезду Лизы. Саша Черно восприняла спокойно приезд бывшей подруги. Они обнялись при встрече. Черно извинилась перед Лизой за все оскорбления и помирилась с ней. Иосиф встретился с бывшими друзьями и участниками Дома-2, но Сашу он почему-то с собой не взял. Бывшие участники телепроекта Вальтер Соломенцев и Олеся Лисовская расстались. Олеся плакала в прямом эфире Инстаграм. Расстались они из-за измены и переписок Вальтера с другими девушками. Ирина Агибалова сообщила о том, что судебные тяжбы закончены. Она выиграла суд, а Татьяне Африкантовой придется выплатить ей пять тысяч и оплатить судебные издержки. Ольга Рапунцель рассказала о неудачном переезде на новую съемную квартиру. Там ее покусали клопы. После этого Рапунцель и Дмитренко вернулись прежние апартаменты, за которые платят 65 тысяч в месяц и снова ищут новое, более дешевое жилье. Супруги Самсоновой окрестили своего сына Мирона. Даша Пинцель опубликовала снимки с крещением. Дарья сняла рекламный ролик, на котором четко видны последствия всех ее пластических операций. Марина Мексико недовольна своим носом после ринопластики. Хирург ей сказал, что нужно подождать еще полгода для того, чтобы что-то изменить. Также она пожаловалась, что после двойного наркоза у нее очень испортилась память. Она стала забывать самое элементарное. Ира Пинчук недовольна результатами конкурса на самую красивую улыбку, в котором она принимала участие. Победила девушка сомнительной красоты, которая по совместительству является продюсером этого конкурса. Инна Воловичева отметила день рождения дочери Маруси. Девочке исполнилось 4 года. Поздравляем! На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на ютубе и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома 2 на канале ТНТ.